В общем, такие странности со мной происходили. И да, делать фильмы было очень интересно. И из этого всего я понял следующее. Люди думают, что знают вас, хотя на самом деле не знают. Получается, если каждый понедельник вечером, и так целый месяц, вы на час появляетесь у кого-то на экране телевизора, то люди начинают воспринимать вас как друга. Соответственно, если они вас увидят вживую, то и обрадуются как другу. А вы такие в недоумении стоите и даже не знаете, кто это. В общем, было как-то неудобно, хотя со временем этот эффект угасал. В итоге я решил на пару лет переехать из центра Лондона на окраины. Еще вопросы? Работая в торговом зале, зарабатывая и теряя деньги, вы когда-нибудь чувствовали, что увлекаетесь игрой? Ответить «нет» на ваш вопрос будет трудно. Потому что в очень быстрых рыночных ситуациях такое чувство приходит очень часто. Фокус в том, как подавить это чувство и торговать как не-человек. И если глубоко изучать психологию, то приходишь к выводу, что люди — очень плохие трейдеры. Потому что психология нормального человека диаметрально противоположна тому, как надо правильно торговать. Поэтому все эти человеческие чувства нужно подавлять. Это часть нашего обучения. И за годы вы программируете свое подсознание настолько, что, заметив в себе это чувство, вы его мгновенно отталкиваете и продолжаете торговать как надо. В общем, да, на ваш вопрос не могу ответить «нет», потому что чувства такие появляются. Но их нужно прятать, заталкивать подальше. А выйдя из офиса, вы можете снова стать человеком, однако этого нельзя делать в торговом зале. Если человек, как вы сказали, плохой трейдер, то, по-вашему, можно ли ожидать в индустрии трейдинга переход на компьютеры, которые на основе статистических моделей будут предсказывать будущее поведения рынков? Что мне удалось понять в финансах и в теории финансов, так это следующее. Экстремумы всегда ломают модель. Поэтому, с одной стороны, люди не могут торговать, с другой стороны, компьютеры не могут принимать рациональных решений в ситуациях, когда мир изменился, он уже не такой, как был раньше. Поэтому, когда происходят значимые события, люди должны вмешиваться и выключать компьютеры. Нам с вами еще предстоит увидеть, как компьютеры будут торговать обвал на фондовом рынке и зарабатывать. Такого ведь еще не было. Поэтому, да, я бы сказал, что в трейдинге и финансах компьютеры и алгоритмы занимают все больше и больше позиций. Что мы получили в итоге? Множество краткосрочных возможностей для заработка на рынке просто исчезло. Когда вы наблюдаете за тем, что сейчас происходит в нашей индустрии, то в районе лондонской фондовой биржи, например, на площади Паттерностер, что у собора Святого Павла, арендные цены просто зашкаливают. Потому что все трейдеры, так называемые кванты, хотят получить самый быстрый доступ к бирже, который измеряется в наносекундах, чтобы у них было преимущество перед другими алгоритмами. И сейчас создаются алгоритмы, которые заточены строго для того, чтобы предсказывать, что будут делать другие алгоритмы. Поэтому, если вы дейтрейдер, то какие у вас шансы? Никаких. Потому что в обычный торговый день, когда ничего на рынке не происходит, эти машины вас просто порвут. Но когда на рынке жарко, люди должны вмешаться. Компьютер нужно выключать. Потому что касается переориентирования мировой финансовой индустрии в сторону компьютеров и алгоритмов, то да, это, безусловно, будет происходить. И что это значит для людей-трейдеров? Это значит, что краткосрочные возможности не существуют, или их стало значительно меньше, чем было раньше. Поэтому у вас должен быть намного более долгий временной горизонт и другой подход к торговле. По этой причине мой временной горизонт от одного до трех месяцев. Мне не нужно переживать из-за машин и смотреть график каждую минуту. Меня это не волнует. Еще вопрос? Как трейдер, вы работаете с историческими данными, графиками и трендами. К чему сводится весь успех? Справедливо ли сказать, что успех заключается в синтезе, информацией о поведении участников рынков, фундаментальных данных, графиков и так далее? Поймите, я ни на секунду не заявляю, что теханализ не важен. Он важен, потому что дает хорошие объективные данные, которые вы потом накладываете на фундаментальные. Поэтому, когда по фундаменту вы склоняетесь к определенному направлению рынка, когда вы сделали всю необходимую домашку по вашему инструменту, и вы считаете, что выбранный вами инструмент будет капитально расти в течение года, и потом вы смотрите, что дает теханализ, и вы видите, что еще два месяца вы будете неправы, тогда ваш инструмент отправляется в список ожиданий, и вы ждете, когда тренд развернется в нужную вам сторону. И вот, когда все звезды сходятся, вы запрыгиваете в сделку. Поэтому у вас должна быть такого рода дисциплина, по которой вы сверяете технические данные с фундаментальными. И вот возьмите людей, которые на 100% пользуются теханализом. Когда что-то, какой-то инструмент ломает тренд или выходит из диапазона, все это происходит по фундаментальным причинам. Здесь плохо слышно. Парень из зала, вероятно, спрашивает о совмещении двух подходов. Не я изобретал фундаментальную модель, и не я изобретал техническую модель анализа. Я беру самое лучшее всего, что работает, и добавляю к своей системе. Можете ли вы сказать, что обучение кандидатов для фильма «Трейдеры на миллион» послужило вдохновением к созданию своего института трейдинга и управления портфелем? В течение года после выхода программы я прятался на окраинах Лондона и торговал на свои деньги. В общем, вернулся к трейдингу. Но в то же время ко мне не переставали приходить сообщения со всего мира. И где-то за 7-9 месяцев пришло около 5-6 тысяч сообщений со всего мира с просьбой «научите меня торговать». И в общем, мне поднадоело торговать из дому и выбираться в офис только раз в неделю. Поэтому я подумал, что надо выходить в люди и обучать людей трейдингу. Тогда я подготовил курс. По сути, изложил на бумаге всё, что у меня в голове. А затем организовал материал таким образом и на таком языке, чтобы его мог понять каждый человек. После этого на 10 недель отправился в тур по Великобритании. Начал в Глазго и закончил в Лондоне. Идея тура заключалась в том, что надо было просто браться и делать. Я хотел видеть, насколько люди понимают то, о чём я говорю. Потому что ты столько лет работаешь в профессиональной среде, а затем выходишь в люди, начинаешь общаться с обычным народом, чего раньше не делал. И было интересно вообще, понимают ли, о чём ты говоришь. Поэтому нужно было протестировать, нужно было взять и обучить людей и посмотреть, что они думают. И каков результат. И в итоге 90% материала, который я преподавал, люди понимали. После чего мне оставалось просто переделывать остальные 10%. И уже затем появился институт трейдинга и управления портфелем. Расскажите подробнее, чего вы хотите достичь со своими учениками. Ну, для начала я хотел просто стартануть и посмотреть, насколько меня понимали люди. Весь бизнес был организован буквально за 70 долларов. Я заплатил 70 долларов за создание логотипа в интернете, а затем звонил газеты и сказал, «Я тот парень с экрана, вот мои 10 поездок по Великобритании, я расскажу всем, как надо торговать». Потом объявление выходит в газетах, продается куча билетов. Поэтому произошло органическое развитие. Началось все с тестирования, а затем ко мне стали приходить люди, они реально торговали, открывали торговые счета. В конечном итоге я видел, насколько хорошо они торгуют, изучив то, что я им преподал. На сегодня проект дорос до того, что у нас уже более 80 трейдеров, и я могу наблюдать за их позициями. И все ребята из моего института, у кого реальные счета, это обычные люди. Они как все ходят на работу или учатся и так далее и тому подобное. Всегда цель номер один — это то, что сообщество должно зарабатывать деньги. Суммарно наши позиции должны давать плюс. Потому что это в сущности показывает, что то, чему я обучаю, работает. За два года у нас не было ни одного убыточного месяца. И второе. Очень высокий процент моих учеников зарабатывает деньги. Это в сравнении со средним показателем в нашем бизнесе. Ну, я не к тому, что сравнение идет с вами. Но в абсолютном выражении имеется в виду самый высокий процент среди людей, которые зарабатывают деньги. И когда вы сравните себя с ними, ваши показатели должны быть лучше, чем по всей финансовой отрасли. Хотите верьте, хотите нет, но средний показатель по финансовой отрасли такой, что 80-90% частных трейдеров теряют деньги. У нас же 60-65% учеников торгуют прибыльно. Оставшая часть либо выходит в ноль, либо теряет. Но теряет немного, ведь мы защищаем их счета от их же ошибок. Мы не даем им рисковать слишком много, если они в тот момент теряют деньги. И с течением времени они учатся контролировать убытки и потом зарабатывать на собственных деньгах. Сейчас суть нашей работы заключается в следующем. Поэтому сперва вы должны набить торговую историю. В течение года, полтора и только после этого к вам могут обратиться люди и сказать, «Вы хорошо торгуете, я готов вас инвестировать». Потому что за последний год у вас было 8 прибыльных месяцев, а в убыточные месяцы вы делали правильные вещи, в прибыльные месяцы вы тоже делаете правильные вещи. Поэтому как трейдер вы ведете себя абсолютно правильно. И за последний год доля прибыльных сделок составила 50-55%. Также вы соответствуете и по другим параметрам, которые отслеживает наша система. Что мы делаем теперь? По прошествии года мы либо сами даем людям деньги в управление, либо привлекаем сторонних инвесторов. Либо же мы берем стейтменты наших учеников и продаем их в хедж-фонды. И хедж-фонды платят нам определенный процент зарплаты, который получает их новый сотрудник, то есть наш ученик, за два года. Но процент не отчисляется от зарплаты, а измеряется в отношении этой суммы. Поэтому если наш человек зарабатывает в фонде 250 тысяч фунтов за два года, то наша комиссия за консультацию хедж-фонду может достигать 125 тысяч фунтов. Для нас это просто здорово, потому что с точки зрения обучения ты не спрячешься. Ты должен давать положительный результат. Потому что я общаюсь с хедж-фондами и говорю, мол, у меня есть такой-то человек, он успешно торговал последний год, сделал деньги, я думаю, вам стоит на него взглянуть. Я думаю, что вы должны взглянуть их.